Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина и главное сегодня. За грязный воздух, возможно, ответят в суде. Руководство асфальтового завода грозит уголовное дело. Когда врачи негодуют. Приехали к бабушке, подарки привезли в виде коронавируса. Пациентов в больницах меньше не становится. Почему амичам стоит быть предельно осторожными? И какие советы дают те, кто поборол ковид-19? Цена жизни – старая иномарка. Действия Ивановой следует квалифицировать, как пособничество. Она предоставляла непосредственно орудие преступления. В Омске вынесли приговор калачинским Бонни и Клайду. Река деликатесов, прибрежная зона Иртыша кишит раковинами моллюсков. Свидобны в Омске мидии и устрицы. Открыли, чтобы снова закрыть. На Ленинградском мосту завершили первый этап ремонта, когда здесь снова перекроют движение. От площади Бугольца до Омской драмы в темпе скандинавской ходьбы. Мы подходим к Никольскому собору и сейчас создаем про него интересы. В Омске появились экскурсии для тех, кто любит совместить приятное с полезным. И купаются в струях воды и лучах солнца, как в российских зоопарках отмечает День Ивана Купалы. Руководству Омского асфальтового завода грозит уголовная ответственность за вредные выбросы предприятия в атмосферу. Региональная Минприрода сегодня направила заявление в правоохранительные органы. Ведомство требует провести проверку и возбудить уголовное дело. Завод, который расположен в поселке Горячий Ключ, уже не раз травил жителей Левого берега и городка нефтяников вредными веществами. Контролирующие органы выписывали многочисленные штрафы, а в прошлом году суд обязал предприятие прекратить деятельность. Однако в июне мобильная коллаборатория снова зафиксировала здесь выброс опасных для здоровья веществ. В частности, в 43 раза была превышена концентрация в воздухе бензопирена. Это сильнодействующее канцерогенное вещество. Если нужно закрывать предприятие, значит будем закрывать. Если видим основания для возбуждения уголовных дел, то будем добиваться возбуждения уголовных дел. Никаких здесь сомнений и компромиссов быть не может. Есть четкая и бескомпромиссная позиция установки губернатора Омской области. О том, что здоровье, благополучие наших людей – это самое главное, это превыше всего сегодня. В Минприроды отмечают экологическая обстановка. В регионе напряженная. В городе несколько десятков промышленных предприятий. Проследить за каждым достаточно непросто. Но в случае превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, виновные должны быть наказаны. Ежедневно от жителей Омска поступает больше сотни обращений с жалобами на запахи. Центр экологического мониторинга работает в круглосуточном режиме. Мобильные лаборатории оперативно выезжают по указанным адресам, чтобы установить источники загрязнения. Результаты этой работы уже есть. Сейчас ведется расследование в отношении восьми предприятий. И сегодня губернатор в своем инстаграме сообщил уже отправленное исковое заявление в суд о приостановлении работы пяти установок Омского Каучука. Александр Бурков отметил, если будут появляться основания останавливать технологические процессы, добиваться этого региональная власть намерена совместно с Росприроднадзором и Природоохранной прокуратурой. Другим новостям. Коронавирус за минувшие сутки диагностировали у 82 жителей региона. Таким образом, общее число заразившихся омичей перевалило за 4 тысячи. Больше половины инфекцию смогли побороть. Из них 61 человек за последние сутки. В списке погибших 38 омичей. Многие люди старше 65 лет, имевшие хронические заболевания. Что касается данных по стране, за сутки зарегистрировано 6368 новых случаев в 82 регионах. При этом почти треть пациентов болезнь переносят бессимптомно. В списке выздоровевших за сутки 9,5 тысяч россиян. В областном Минздраве сегодня обсудили, как должны действовать терапевты, если у пациента выявлен коронавирус. На совещании приняли участие министр Ирина Солдатова и руководители городских поликлиник. Госпитализация требуется не всем больным, отмечают медики. При отсутствии серьезных симптомов и осложнений лечиться можно амбулаторно, но под контролем врачей поликлиники. В стационар отправляют лишь тех пациентов, которым необходимо круглосуточное наблюдение. Необходимо все учитывать, и общее состояние здоровья. Необходимо учитывать, какую основную лекарственную терапию получают наши пациенты. Крайне важно, чтобы эта основная терапия не прекращалась. Где-то есть сбой в работе поликлиник, а где-то есть отлаженный механизм. Для того, чтобы унифицировать подход к лечению, мы сегодня и анализируем работу, например, кто больше всего вызывает скорую помощь, и где есть необоснованные вызовы, где есть необоснованные показания госпитализации. Для того, чтобы терапевты смогли четко и безбоязненно лечить пациентов на дому. Выздоровевши от коварной болезни с ужасом вспоминают дни, проведенные в больнице. Призывают омичей быть предельно осторожными, но, к сожалению, не всегда остаются услышанными. А вот сами врачи и медсестры, те, кто не понаслышке знает о том, чем грозит вирус, максимально соблюдают меры безопасности. Анна Черных продолжит. Общественника Камиля Сайфулина знает едва ли не полуомска, но о том, что перенес COVID-19, он говорит открыто. В больнице провел 19 дней. Легкие были поражены на 50%. Только через неделю лечения Камилю стало немного лучше. Рассказывает, когда температура впервые упала, не спал всю ночь. От осознания, что наконец возвращается к нормальной жизни и может трезво мыслить. Ну а получив отрицательные результаты коронатеста, первое, что сделал, опубликовал пост в социальных сетях. Опубликовал фотографии в социальных сетях. Я знал, что этот пост увидят тысячи людей, десятки тысяч. Потому что и в сельской местности, особенно где я родился и вырос, люди не верили в это. Элементарно, нужно заботиться о своих близких. Потому что сейчас ощущается такое состояние, что больницы в какой-то момент просто могут быть физически переполнены. И помощи вам и вашим близким сложно будет оказать. Врачи подтверждают, заболевших меньше не становится. Все чаще стали поступать люди из районов области. В том числе и отдаленных деревень. Нередко в тяжелейшем состоянии. Медики признаются, каждый раз при виде таких пациентов их накрывает волна негодования. Казалось бы, с чего им заразиться коронавирусом? Мы с ними беседуем, собираем информацию. Выясняется у всех одно и то же. На выходные приезжали погостить из Омска дети или внуки, или родственники. Приехали к бабушке, подарки привезли в виде коронавируса. И потом пожилой человек через несколько дней поступает к нам в тяжелом состоянии, с дыхательной недостаточностью, с одышкой. И за его жизнь приходится по-настоящему бороться. Сами медики максимально изолированы от общества. Живут в гостиницах, передвигаются на специально организованных автобусах. Вадим Бережной говорит, сначала это было сделано для защиты окружающих. Чтобы медики, выйдя из красной зоны, никого не заразили. Сейчас все изменилось. Теперь эти меры должны защитить врачей и медсестер от тех, кто недооценивает серьезность проблемы. Потенциально каждый из этих людей может быть переносчиком инфекции. Врачи уверяют, соблюдение дистанции – самое эффективное средство защиты. Полтора метра для коронавируса – непреодолимое расстояние. Обязательные маски, а еще лучше – респираторы. Врачи КМХЦ эти правила соблюдают неукоснительно. И, к слову, вполне успешно. За два месяца работы в красной зоне ни один из них коронавирусом не заразился. Анна Черных, Павел Манжос, 12 канал. И сегодня же Вадим Бережной рассказал о том, как медики трудятся в красной зоне. Главный врач КМХЦ отметил, в больнице снова готовят медсестеры и врачей для работы с заболевшими COVID-19. Они сменят тех, кто уже два месяца в тяжелейших условиях, в противочумных костюмах, оказывает помощь пациентам в красной зоне. Нагрузка очень большая и справиться с ней с каждым днем становится все сложнее. Так что врачам крайне необходим отдых. Медики напоминают, болезнь в тяжелой форме рискуют перенести пожилые люди. А мечи с сахарным диабетом, гипертонией и другими хроническими заболеваниями. И к другим темам. 35 лет колонии на двоих. Суд поставил точку в громком деле Калачинских, Бонни и Клайда. Так амичи прозвали Юрия Десятого и Ирину Иванову. Их обвиняли сразу в двух преступлениях. Подельники вначале ограбили строительный магазин и украли оттуда сейф с деньгами. А после решили скрыться из региона. Для этого напали на амича Илью Лукашевича. Хотели заполучить старенькую иномарку парня. Парочка прославилась сразу в двух регионах. Совершили убийство в Омской области, а задержали их в Новосибирской. Сегодня суд приговорил Десятого к 23 годам колонии строгого режима, а Иванову к 12 годам. Обвинение считает, что действия Ивановой следует квалифицировать как пособничество в совершении умышленного убийства. Она предоставляла непосредственно орудия преступления, домкрат, которым наносились телесные повреждения потерпевшему, от которых и наступила смерть потерпевшего. И кроме того, Иванова своими действиями участвовала в подавлении сопротивления потерпевшему. Потерпевший молодой человек, он отчаянно сопротивлялся. Смягчающим обстоятельством стало и то, что женщина беременна, но отец ребенка вероятнее всего не десяток. Он год находился под стражей в СИЗО, а она под подпиской о невыезде. Почему это уголовное дело поразило даже опытных оперативников, как подсудимые отреагировали на приговор и что при этом говорили. А также интервью с родственниками погибшего Ильи Лукашевича смотрите в программе «Основано на реальных событиях Омск» уже в эту пятницу в 20 часов. Не пропустите. Прибрежная зона Иртыша кишит моллюсками прямо под ногами отдыхающих раковины, которые мечи принимают за мидий и даже называют иртышскими устрицами. На самом же деле это обычные пресноводные беззубки или перловицы. Как правило, они так близко к берегу не подбираются, а живут в толщу воды. Такое обилие раковин в прибрежной зоне экологи объясняют аномально жаркими. Весной и летом уровень кислорода в реке понижен, из-за этого моллюски перемещаются поближе к суше. Высокая температура, высокая концентрация органических веществ в воде, что приводит к снижению кислорода. Поэтому пресноводным моллюскам такая ситуация некомфортна. То есть они просто перемещаются ближе к берегу. Мы сегодня взяли воду, анализ воды на различные показатели. Проанализируем воду, будем смотреть за этой ситуацией. В среднем беззубки живут 15 лет. Судя по размерам тех, что оказались у берега, им примерно около 5 лет. И пусть выглядят они как большие мидии, и некоторые даже рискуют употреблять их в пищу. Есть моллюсков экологи не советуют. Иртышские устрицы – это природные фильтры. Они активно пропускают через себя воду, а химические соединения и тяжелые металлы накапливают. Беззубки и перловицы могут оказаться токсичными и привести к отравлению. Раньше срока на Ленинградском мосту закончили менять деформационные швы. По плану завершить работы подрядчик должен был к концу июля, но сделать это удалось гораздо раньше. Дорожники трудились в две смены. Напомню, ремонт начали еще в мае. Необходимо было обновить два деформационных шва. Они прослужили больше 60 лет. Чтобы полностью не закрывать мост для движения, работы вели в несколько этапов. Сейчас подрядчики наводят лоск, мост полностью откроют для проезда. Впрочем, автомобилистам стоит приготовиться к тому, что уже скоро движение здесь вновь перекроют. Этим летом еще с 15 числа здесь полностью зайдут на перекрытие сплошное асфальтирование, ну, ездового, будем говорить, полотна. Значит, ко дню города обещают, что выполнят вот эти вот работы для того, чтобы уже было как бы комфортно ездить по Ленинградскому мосту. А вот пешеходы пройтись по Ленинградскому мосту не смогут, по всей вероятности, еще долго. Тротуары закрыты. Сделано это для безопасности людей. Консоли, на которых лежат плиты, изношены. Нужен ремонт. Открыть пешеходные зоны можно будет только после капитальных работ. Сроки их проведения пока не называют. По достопримечательностям в темпе скандинавской ходьбы в городе запустили новый проект «Шагая по истории Омска». Это своеобразный тандем познавательной экскурсии в маршруте больше 30 исторических объектов и спортивной тренировки. Слушатели передвигаются по улицам со скандинавскими палками. Одним из первых в акции принял участие мой коллега Петр Смольников. Он готов поделиться впечатлениями. Стопа у нас совершает плавное, мягкое движение в перекат с пятки на носок. Вот таким образом. Скандинавская ходьба – это особая техника шага с опорой на специальные телоскопические палки. Эксперты утверждают, что такие прогулки гораздо полезнее для здоровья, чем привычные пешие. На первый взгляд может показаться, что здесь нет ничего сложного. Но это не так. Раскручивается замок телескопа и палка выдвигается. Уровень палки ставится на уровне согнутого локтя. Так регулируется правильность установки палки телескопической для грамотного методического обеспечения скандинавской ходьбы. После подробного инструктажа с техникой скандинавской ходьбы – спортивная экскурсия. Маршрут длиной 5 километров проходит через три десятка достопримечательностей. Старт дан у памятника державы, а первая остановка – особняк купца Батюшкина. Ходят легенды, что именно здесь хранилось золото колчака, которое так до сих пор и не найдено. Поймал правильный ритм. Обычно, когда камера включается, ритм сбивается. Но вот пока получается держать. Мы подходим к Никольскому собору и сейчас узнаем про него интересы. Это единственный собор в Омске, который уцелел при советской власти в первозданном виде. Узнали участники проекта и историю расположенного напротив здания кадетского корпуса. Является первым кадетским корпусом, учрежденным вне Москвы и Санкт-Петербурга. Это первый в Омске двухэтажный каменный дом с цокольным этажом. Далее на пути – театры. Юного зрителя, музыкальный, драматический, а также московские ряды на Любинском проспекте. Экскурсия так увлекла нашу съемочную группу, что скандинавскую ходьбу решил освоить и оператор Павел Ромас. Интереснее, чем с камера ходить? Полегче, по крайней мере. Легче, легче. Длилась спортивная экскурсия два с половиной часа. После – обмен впечатлениями. Пять километров за двадцать с половиной часа – это немного. Мы не быстрым шагом шли. И, в общем-то, не устали. Хорошо, я даже бодро себя чувствую. Мне понравилось. В процессе ходьбы с палками задействовано 90% мышц тела. Это отличает скандинавскую ходьбу от других видов физической активности. Например, езды на велосипеде. Ходьба с палками возвращает утраченное нами движение в обычной жизни, когда мы совершаем амплитудные движения руками. Познавательные заходы в Омске будут проходить дважды в день в 10 и 18 часов по вторникам, четвергам и субботам. Участие в экскурсии совершенно бесплатное. Сбор желающих провести время с пользой для ума и тела по адресу улица Лермонтова, дом 4. Петр Смольников, Павел Ромось, 12 канал. Устроили праздничное обливание и заплывы. Обитатели Большичинского зоопарка принимают контрастные ванны в честь Дня Ивана Купалы. И заодно спасаются от изнуряющей жары. Освежится сегодня не прочь не только поклонники водной стихии, белые медведи Гуля и Забава, но и их сородичи, гималайские и бурые мишки. От душа не отказываются и представители семейства кошачьих. Тигр-граф подолгу нежится под ледяными струями. Кстати, такие процедуры сегодня на пике популярности и в других зоопарках страны. Так, в Красноярске душ устроили лосятам. Животные смогли даже искупаться в лучах радуги. Она засияла во время импровизированного дождя. И смотрите далее в программе. Новый фонтан, современные арт-объекты и тренажеры для приверженцев ЗОЖ. Тут же спортивные очень площадки прекрасные. Глаз отдыхает на зелени. И это заслуживает, наверное, уважения. Об эпохе 70-х после реконструкции в Советском парке будет напоминать лишь название. По излюбленному маршруту с особым комфортом на Омские улицы выйдут новые троллейбусы. На работу вставал с рассветом. Домой возвращался за полночь. Труженик тыла Федор Майер рассказал, как мальчишкой трудился в тяжелые военные годы. И врачи с гривой и копытами. Ну, я лошадей люблю, и тем более здесь моя любимая лошадь. Чувствовать себя комфортно в современном обществе особым малышам помогают лошади. СКК «Мини Блинова» ждет реконструкция. Первым делом обновят кровлю. Сейчас уже разрабатывается проект ее замены. Об этом сегодня заявил вице-губернатор Дмитрий Ушаков. В правительстве принято решение возродить спорткомплекс. Для этого здание переведут статус бюджетного учреждения. Так удастся погасить долги по коммунальным услугам. На это из областного бюджета уже выделено 38 миллионов рублей. Из этих денег выплатили и заработную плату сотрудникам. Найден инвестор. Название фирмы пока не называют, но известно, что это Омская компания. Что будет в СКК после реконструкции сейчас обсуждается. Но сносить здание точно никто не станет. Вторую жизнь подарят и советскому парку. Здесь появятся новые дорожки, газоны и сухой фонтан. В любимом мечами месте отдыха начался второй этап масштабной реконструкции. Работы будут идти сразу на двух участках – на входе и центральной площади. Разрабатывая проект, архитекторы хотели сделать пространство современным и удобным для жителей. Как изменится парк, узнала наша съемочная группа. Встречать гостей советский парк теперь сможет при полном параде. Перемены будут, что называется, налицо. Преобразится главный вход. Красно-белый дизайн сделает его более стильным. А оформление в виде волн станет символом города, построенного на слиянии двух рек. Проектировщики остановились на том, чтобы сделать ее более современной, привлекательной, узнаваемой. То есть уйти от той концепции, которая была в 70-х годах реализована, и перейти в более современной, безопасной и облегченной конструкции. По-новому забьется и сердце парка – центральная площадь. Частично ее привели в порядок в прошлом году. Уложили тротуарную плитку, поставили новые урны, скамейки и буквально вывели парк в свет. С помощью фонарей и внимания фотографов. На площади появились новые инсталляции. На этом участке также заменят покрытие. А еще разобьют новые газоны и обустроят сухой фонтан с подсветкой. Жители городка Нефтяников говорят, впервые за долгие годы парк становится именно таким, каким его хотят видеть люди. Я даже сама не ожидала, что оно настолько будет широко и именно достойно, что ли, будем говорить. Парк вот сейчас именно предоставляет возможность отдохнуть и душой, и телом. Тоже спортивные очень площадки прекрасные. Но глаз отдыхает на зелени. И это заслуживает, наверное, уважения. Второй этап благоустройства парка в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» завершится осенью. Но на этом реконструкция не закончится. В следующем году предстоит третий этап. Особенно он порадует любителей активного отдыха. В парке продлят беговые и велодорожки. Всего в Омске в этом году благоустроят 8 общественных территорий. Амичи будут ездить в новых комфортабельных троллейбусах. Договор с компанией-поставщиком уже подписан. Обновят подвижной состав в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Федеральному софинансированию города удалось добиться благодаря поддержке губернатора Александра Буркова. Прибыть 33 новых машины в Омск должны до 20 ноября. «Адмиралы» — это марка троллейбусов, не имеет аналогов в России. В салонах установлен климат-контроль и мультимедийное оборудование. Но что важно, машины низкопольные, а значит, доступны в том числе маломобильным пассажирам. Рассчитаны они на перевозку 96 человек. Работать новые троллейбусы будут на маршрутах под номерами 3 и 4. Сделал все, чтобы сохранить родное село в годы военного лихолетия. Своими воспоминаниями о Великой Отечественной поделился труженик тыла Федор Майер. В 41-м тогда еще 12-летнему подростку поручили одну из важных работ — сеять зерно и заготавливать сено для местного колхоза в деревне Гуфтунсталь Иселькульского района. Трудился вместе с товарищами выходить в поле. Мальчишкам приходилось с рассветом, а возвращались лишь ближе к вечеру. Зимой работы меньше не становилось. Ребята раздавали корм всему поголовью скота. И пахал, и сеял, и баранил. Все, что значит. Пара лошадей закрепленных была, 4 лошади, плуг, 2 пары. Один, значит, плуг держал, а другой подгодел. Вот это, сеяли так, тоже так же. Где только возможность была подкормить, главное, чтобы лошадки, чтобы вовремя напоить. Потому что на них вся нагрузка была. Не только на нас, пацанов. Взял на себя подросток и домашние заботы. Вместе с братьями помогал матери ухаживать за огородом и животными. Ну а после того, как страна встретила великую победу, решил продолжить заниматься сельским хозяйством. Несколько десятков лет проработал агрономом. Труд ветерана не раз отмечали благодарственными письмами и почетными грамотами. Сегодня в Омске стартовал масштабный автопробег, приуроченный сразу к трем событиям. 75-летию Великой Победы, 60-летие образования 242-го учебного центра ВДВ и 90-летие создания ВДВ. Шесть автомобилей с символикой Союза десантников, боевого братства и ряда других организаций проехали по улице Резетчайкиной, Бульвару и Парку Победы. Десантники и ветераны боевых действий и родственники тех, кто отдал свою жизнь за страну, приняли участие в молебне. Осветили знамя пробега и возложили цветы к памятникам и мемориалам. Завтра колонна отправится по региону. За 20 дней объедут все 32 района области. Мы изменили ряд мероприятий в городах, в Калачинске и Сылькуле. У нас по сокращенной программе сейчас пройдет. Ну а в Крутинке и в Таре это и десантирование у нас предполагается, и показательные выступления наших юных десантников, выставка стрелкового оружия. Ну а 2 августа, дорогие друзья, братья-десантники, будем поздравлять друг друга с этим нашим юбилеем, великим юбилеем, 90-летием воздушно-десантных войск. В день участники автопробега будут проезжать по два района. В каждом проведут торжественные митинги и встречи с ветеранами. 25 числа колонна вернется в Омск, ну а закончится пробег 2 августа в поселке Светлом. Учат держать осанку, укрепляют здоровье, а главное, помогают работать в команде. И все это о лошадях. Ипотерапия сегодня один из главных инструментов в работе с детьми с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. Развивается это направление и в Омске. Лечебную верховую езду уже осваивает больше 250 ребятишек. Как еще ипотерапия влияет на здоровье маленьких наездников, и где в Омске проходят такие занятия, узнала Анастасия Евдокимова. Четыре года назад Саша познакомилась с лошадьми. С тех пор это ее любимые животные. У девочки детский церебральный паралич. Занятия ипотерапией помогают лучше держать осанку и равновесие. Укрепляют двигательный аппарат и развивают мелкую моторику. Такая любовь у нее к животным открылась. Она не просто любит на них кататься, заниматься и ипотерапией. Их нравится кормить, чистить, ухаживать. Входит траву для них, рвет. Мама сказала по секрету, что ты мечтаешь тоже здесь работать, когда вырастешь. Это правда? Да. А почему? Ну, я лошадей люблю, и тем более здесь моя любимая лошадь. Будут детей на ипотерапию водить тоже. Лечебной верховой ездой здесь занимаются больше 250 детей с различными нарушениями развития. Аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна и многими другими. Большинство из них сюда приходят 2-3 раза в неделю. Во время занятий ипотерапии рядом с лошадью всегда идет опытный инструктор, который следит не только за поведением животного, но и за положением ребенка. Это обеспечивает безопасность даже тем, кто, как и я, впервые сидит в седле. Лошадей для ипотерапии подбирают особенных. Они должны быть спокойными, подходить ребенку по росту и развивать хороший темп. Подготовку и содержание животных удалось оплатить за счет президентского гранта. На эти же деньги купили специальное снаряжение. Здесь даже седла особенные. Воистковое седло более глубокое, лучше поддерживает, вытягивает ногу всадника, лучше фиксирует посадку всадника. И для многих детей эти седла очень актуальны. Авторы проекта планируют развивать в Омске лечебную верховую езду. Главное ее отличие от ипотерапии в том, что такие занятия больше влияют на психоэмоциональное состояние, учат работать в команде и самостоятельно управлять лошадью. Анастасия Евдокимова, Павел Ромось, 12 канал. В Омске соберется российская беговая элита. Сибирский международный марафон назначен на 2 августа. О том, как пройдет масштабный забег, в эфире радио «Монте-Карло Омск» рассказал директор серии забегов Константин Подбельский. В этом году СИМ носит статус «Кубка России по марафону». Это будет первый официальный забег на дистанции 42 километра 195 метров для отечественной элиты легкой атлетики. Поэтому в Омске ждут титулованных спортсменов со всей страны. Запланировано на 2 августа еще одно масштабное событие. Омск снова примет всероссийский полумарафон «Забег». В этом году он станет самым масштабным беговым проектом в мире. Стартует одновременно в 85 городах страны. В программе «Три дистанции» – 10 километров, 21 километр 100 метров и 3 километра бегуны впервые преодолеют в виртуальном формате. Предлагаем мы все-таки пробежать эту дистанцию всем желающим, всем, кто подаст заявки, всем, кто зарегистрируется для участия на этой дистанции. В любой день в промежуток равной недели с 27 июля по 1 августа включительно, вот в эти точнее 6 дней, можно пробежать в любой день, в любое время, на любой трассе, на любой местности, и в городе Омске, и за пределами города Омска, и в Омской области, и даже в любом другом городе, даже в любой другой стране. Результат можно будет зафиксировать и передать организаторам с помощью мобильного приложения. В награду бегуны получат памятную атрибутику Сима. И еще о реальных забегах места старта и финиша в этом году изменено. Вместо Соборной площади это будет Омская крепость. Трасса пройдет по историческому центру города, улицы Партизанская, Ленина и Иртышская набережная. Ее называют одной из наиболее оптимальных. Атлетам не придется преодолевать спуски и подъемы, не будет и крутых поворотов. Поэтому не исключено, что на 31-м Симе будет поставлен новый рекорд. И последнее пополнение в подводном мире на Омской выставке на Утилус родились скаты. Три малыша появились в семье Гоши и Маргоши. Самка вынашивала их больше года, 380 дней. И родила полностью готовыми ко взрослой жизни. Сейчас малыши активно плавают в своем аквариуме и хорошо едят. Но на протяжении месяца будут оставаться под контролем мамы. Как только скатики немного подрастут и окребнут, увидеть их смогут и амичи. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Товарищ, на качестве не экономь. Деньги не теряй. При покупке профнастила толщину проверяй. Омск Сайдинг Инвест. 999-222. Построил дом. Посадил дерево. Вырастил сына. Купил теплицу. Поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины доставка и аксессуары в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23. Или на сайте летний душ. РФ. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин